Одна из них сегодня Это лыжный марафон у спортсменок Дистанция 30 километров Заканчивается так называемая женская программа Лыжная женская программа чемпионата мира Последняя гонка, заключительная гонка у лыжниц Три круга по 10 километров Учитывая то, что температура воздуха в Тандербэе все время меняется И вот если сегодня минус 3 градуса в этот утренний день То допустим вчера было плюс 8 Днем наверняка будет еще жарче Ну и поэтому организаторы решили все-таки сохранить трассу Сохранить снег для того, чтобы провести до конца соревнования по лыжным видам спорта Дистанция 50 километров у мужчин в воскресенье Там будет несколько кругов по 12,5 километров Больше снега в округе нет Биг Тандер Большой Тандер Тандербэй Это залив бурь Я уж не знаю как называется по-другому Ну а это Лариса Лазутина на ваших экранах Завоевавшая теперь уже 4 золотых награды 4 старта и 4 медали Блестяще выступила она в гонке преследования Великолепно прошла свой этап в эстафетной гонке 4 по 5 километров И вот сегодня она практически и открывает группу сильнейших Лариса Лазутина стартует под 23 номером В общей сложности на трассу уйдут 58 лыжниц Группа сильнейших начинается с 21 номера Это Антонина Ордена, команда Швеции В силу разных причин я нахожусь сегодня здесь В Останкино в комментаторской кабине в студии А там в Тандербэй находится главный тренер сборной команды России Виктор Александрович Иванов И естественно я сразу задаю ему вопрос Виктор Александрович, пожалуйста расскажите Как сложилась жеребьевка И на ваш взгляд удачно ли для нашей команды И на кого все-таки вы делаете ставку Жеребьевка была несколько изменена традицией Группа четвертая, так называемая красная группа Которая является персональной Она была переставлена на вторую позицию В принципе даже было пожелание ее ставить первыми Но все-таки испугались какого-то количества осадков И решили, что лучше подстраховаться и поставить ее второй Поэтому все сильнейшие лыжницы стартуют Как вы уже сказали с 21 номера Старту открывает в этой группе Антонина Ордина Но здесь круг претендентов достаточно широк на сегодняшние медали Это Антонина Ордина, Микель Сплас, Лариса Лазутина, Катарина Неванова, Анита Моин Мануэла Децента, Ольга Данилова, Нина Гаврилюк, Труда Дубиндаль, Стефания Бельмондо Ну во всяком случае вы сами представляете Что все те 15 человек, которые стартуют в красной группе Они являются основными претендентами на розыгрыш медали Основные конкуренты, я думаю, будут традиционные Это олимпийские чемпионы и чемпионы мира прошлого Фалунского чемпионата Стефании Бельмондо и Мануэла Децента Сейчас в неплохой форме находится наша землячка Так сказать, бывшая наша лыжница сборной команды Бывшего Советского Союза Антонина Ордина Я думаю, что она сегодня тоже будет претендовать Поскольку лыжня очень жесткая Это для нее очень важный фактор Ну и думаю, что конечно вот Нашей девушке вся четверка будет тоже претендовать На медали Ну, поскольку дистанция очень длинная Для женщин Конечно, здесь могут быть всякие неожиданности Что мы видели, например, и в первый день гонки На 30 километров у мужчин Когда Алексей Прокуроров, казалось бы, уже безнадежно проигрывал А оказался на третьей позиции Ну а вот сейчас дан старт первой участницы Я хочу просто подхватить вас, Виктор Александрович С небольшим рассказом или с воспоминанием Об эстафетной гонке 4 по 5 километров у женщин Вы говорили Антонина Ордина Которая, в общем-то, открывает друг у сильнейших Тоже может претендовать Да, в общем, на самом деле Потому что она так великолепно прошла свой этап И показала лучший результат среди всех участниц 12 минут 30 секунд на дистанции 5 километров Свободным стилем Ну а сейчас гонка на 30 километров То же самое свободным стилем Антонина Ордина Лыжница из Вятки Как говорят, вятская девушка А сегодня, начиная с Олимпиады в Лилихаммере Она выступает за команду Швеции Итак, по стартовому протоколу я хочу Для вас, уважаемые телезрители Назвать наших спортсменок 23 номер Лариса Лазутина Ольга Данилова, 28 29-й Нина Гаврилюк А спортсменки стартуют через 30 секунд Друг от друга И 34-й, последний стартовый номер В группе сильнейших у Елены Вяльби Еще раз хочу повторить Всего-навсего 58 участниц Гонка сложнейшая Гонка очень трудная И истинно она так и называется Женский марафон Пока на трассу уходит Первая группа участниц Собственно под первыми номерами Которые естественно не будут вмешиваться В борьбу за высшие награды Я хочу вас, Виктор Александрович, попросить Рассказать немножко, чуть поподробнее Может быть с вашей точки зрения Со стороны человека Который стоял возле лыжни О мужской эстафетной гонке 4 по 10 километров Мужская гонка вчера для нас Сложилась очень неудачно Мы после выступления На коротких дистанциях мужчин Так сказать, у нас появилась Определенная надежда Что мы вступим в борьбу за медали С основными соперниками Но, к сожалению, нас постигло несчастье У Леготина, который Шел очень хорошо В группе лидеров На третьем километре Отстегнулся лыжа Он потерял и проиграл Здесь секунд 15 Ну, естественно, все его обошли Пока он возвращался Значит Сумел это дело Снова привести в порядок Потом, значит Сделал очень сильное ускорение Было как раз перед очень большой горой Задохнулся И в итоге он пришел Одиннадцатом И проиграл 49 секунд Эта потеря очень была велика Но, к сожалению И другие наши ребята Видимо, может быть Этот фактор повлиял морально на них Не смогли ничего сделать И мы только смогли занять В итоге шестое место По всему и по вашей тональности Чувствуется, что В общем-то, вы недовольны Как главный тренер Ожидали несколько большего Ну, естественно Конечно Ведь, как говорят Надежда Юношей питает И мы тоже Всегда надеемся И, казалось бы Эта надежда должна была Как-то оправдаться Но не получилось Какой состав Вы предполагаете На дистанцию 50 километров У мужчин В завтрашней гонке Состав будет такой Значит Впервые на этом чемпионате Выступит Игорь Бадамшин Будет стартовать Сергей Чепиков Значит Поскольку Он сам Изъявил желание Значит И Алексей Прокуроров И Михаил Батвинов А Сергей Чепиков Вообще бегал уже 50 километров? Нет Первый раз в своей жизни? Да Первый раз, наверное Ну, может быть Он, конечно И участвовал В таких Туристического плана Гонках Но В таких Конфициальных гонках Я думаю Что он идет впервые Понятно Дебюты сразу На чемпионате мира Да Ну, а теперь Виктор Александрович Давайте коснемся Все-таки вопроса Обеспечения Нашей сборной Я знаю Что очень много Работы проводит Федерация лыжного спорта Федерация лыжных видов спорта Союз лыжных видов спорта Для того Чтобы все-таки Наши лыжники Прогуны с трамплиной Двоеборцы Смогли продолжить Выступление На чемпионатах мира На этапах Кубка мира Но Вот такое впечатление Создается Что К нашим великолепным Лыжницам Звездам Мировым звездам Лыжни Большее внимание Со стороны Все-таки Иностранцев Нежели наших Вот об этом Немножко Дело в том Что я должен сказать Что И Олимпийский комитет Оказывает нам Большую помощь Но К сожалению Все-таки С учетом наших Сегодня экономических Условий Все это происходит Не совсем четко И мы всегда Находимся на грани риска Мы же ведь не можем Вести подготовку Когда так сказать Поступят деньги Мы ее должны Начинать строго По плану Но Олимпийский комитет Оказывает нам Достаточно большую помощь А вот что касается Наших зарубежных Спонсоров То нам Большую помощь Оказывает Спонсор сервис Это норвежская фирма Посредническая Мы с ней уже Очень давно связаны Значит И она нам Обеспечивает В основном Подготовку за рубежом Это в осенний период Вот в данном случае В этом году Она нам провела Два сбора По 20 дней Это достаточно большая Так сказать Кругленькая сумма Которая Так выливается Вот Но и то Ее иногда Не хватает Ну и плюс Всякие переезды Разъезды Значит Они нам помогали И с билетами Вот Так что Здесь Я должен выразить им Сердечную благодарность Что касается Наших спонсоров Мы сейчас Ищем эти Пути Для того Чтобы Как-то лицом Повернуть К лыжным гонкам Потому что Это массовый вид спорта Спорт любимый В нашей России Повернуть наших Бизнесменов Банки наши Для того Чтобы они нам Оказали финансовую поддержку Думаю Что нам это Удастся Ну хорошо Если вы так уверены Или по крайней мере Надеетесь на это Но я хочу К этому добавить Что вот например Акционерное общество Александрский радиозавод Уже включился В эту Ну будем говорить Так сказать Долговременную гонку К зимней олимпиаде В Нагано В японском городе Готовя И субсидируя Ольгу Данилову Вот В данном случае Я хотел бы обратиться К вам Уважаемые Российские бизнесмены Уважаемые Наши банки Посмотрите Пожалуйста Нашу трансляцию Посмотрите Как здорово Бегут наши девушки Достаточно сказать Что Лариса Лазутина На всех стартах Которые прошли Здесь В Тандербее Не потерпела Ни одного поражения Высшие Четыре награды У нее в руках И наши девчонки Ее поддерживают Во всем Истафетная гонка Преимущество Нашей команды 1 минута 31 секунда Перед норвежками Ну разве Ну разве Это не Есть Правильно Вкладывать Свои деньги В развитие Лыжного спорта И тем самым Заниматься Своей рекламой Но уже За рубежом Ведь наверняка Виктор Александрович Найдется местечко На костюме У лыжниц Чтобы поместить Какую-то эмблему Что найдем Если будет Солидная поддержка Найдем Вы сами понимаете Что площади Ограничены Для рекламы На костюмах Они составляют 252 квадратных сантиметра Поэтому мы не можем Очень много Размахнуться Но я думаю Что мы можем найти Для рекламы И наших спонсоров Если такие будут Я думаю Что не только Внутри нашей страны Но и за рубежом Так что еще раз Уважаемые бизнесмены Уважаемые банкиры Пожалуйста Посмотрите На наших Великолепных Звезд лыжни Тем временем Продолжается старт И вот уходит На дистанцию Уже 20 номер И 21 Антонина Ордена Команда Швеции Я уже говорил о том Как она великолепно Прошла свой этап В эстафетной гонке Вывела шведскую команду На второе место Но вот на последнем этапе Вот она на ваших экранах На последнем этапе Анита Моин Из команды Норвегии Буквально на последних Двух метрах Сумела обойти Фанквист Из команды Швеции И на одну десятую Долю секунды Первой пересечь Финишную черту И таким образом В эстафетной гонке У женщин Команда Норвегии Поднялась на вторую ступень Пьедестала почета А шведки Остались только на третьем Марет Миккельспласс 22-й стартовый номер Через 30 секунд Ушла после Антонина Ордена Ну а вот и Лариса Лазутина Что можно сказать Ну если все получится А ведь впереди 30 километров Три круга по 10 километров Трижды они будут проходить Здесь по лыжному стадиону И трижды будет отсечка времени И кроме этого Отсечка времени будет на отметках Насколько я посмотрел на экран На отметке 3 и 13 километров И если все удастся То впервые в истории Чемпионатов мира Олимпийских игр Одной лыжницы Покорились все дистанции В том числе и эстафета Катерина Найманова Из команды Чехии Одна из сильнейших лыжниц Европы Катерина Найманова выступает уже На четвертом своем чемпионате мира В общем особых таких Выдающихся успехов не было Но были победы И на этапах Кубка мира Анита Моен Норвегия Она вышла замуж И появилась дополнительная фамилия Гидон Отметка 3 километра 7 минут 17 секунд Зигарит в вилле Виктор Александрович Насколько я понимаю Скорость достаточно высокая Да, я думаю Что сегодня скорость будет Очень высокая Поскольку Были очень сильные оттепели И сейчас снег Кристаллизовался Кристаллы очень большие И А сегодня Минус 3 Минус 5 градусов Ночью было И сейчас еще минусовая погода Сохраняется Я думаю, что она продержится Практически во всей гонке С учетом Прошлых Прошедших стартов Поэтому Скорость, я думаю Будет большая Пока у итальянской лыжницы Мануэля Дичента Королева лыжни В Лилихаме Вместе с нашей Любовью Егоровой Которой здесь нет На этом чемпионате мира Она стала мамой Мануэла Дичента Завоевала пока здесь Только бронзовую награду И как не стремились Итальянки Поправить свое положение После того, как Дель Сасса Оказалась только Седьмой На первом этапе Эстафеты Ничего у них не получилось Они финишировали Только четвертыми А вот Габриэла Парузи Первая Из четверки Итальянских Лыжниц 14-й номер Давайте-ка мы ее Все-таки пометим Нина Гаврилюк У Нины Гаврилюк Две серебряных медали В гонке на 5 километров Она 10 И золотая В эстафетной гонке Следом за ней Стартует Дюбендаль Из команды Норвегии 30-й номер Уходит на дистанцию Труда Дюбендаль И 31-й Сейчас на старте Это Стефания Бельмондо Надо сказать, что в свои 19 лет Она стала двукратной чемпионкой мира Среди юниорок 32-й номер Ослунг Из команды Швеции Марихелена Ослунг И из команды Швеции Элина Нинсен Норвежка на старте И сейчас появится Елена Вяльби Виктор Александрович Вот сейчас на старте Будет Елена Вяльби Как Вы считаете Не слишком ли рано Она вошла Все-таки В свою высочайшую форму Победив На 6-7 этапах Кубка мира И вот здесь На чемпионате мира Она в общем-то Не может составить Конкуренцию Своим подругам По команде Потому что Ну в общем Они выше всех Сейчас Ну такая вероятность Не исключается Поскольку конечно Держать себя Весь сезон В напряжении Вы знаете Что Кубок мира В этом году Начался как никогда Рано 26 ноября А сегодня В середину марта Практически Практически Ведь сезон Заканчивается уже Конечно Все-таки Чемпионат Немножко запоздал По срокам Это не традиционные Сроки Традиционные сроки От начала февраля Месяца Но здесь Виде вероятно Организаторы Только пошли По такому пути Что боятся Что будут Очень сильные морозы Ведь мы приехали Здесь были 30 градусные морозы И вот потом Такая оказия Природы Когда температура Стала подниматься До 20 градусов Тепла Поэтому Лене Конечно Сегодня Я тоже думаю Что она не совсем В лучшем состоянии Находится Но я уверен Что она сегодня Проявит Свои лучшие качества И будет бороться За медали Да уж Тем более Что это В общем-то Ее любимая Дистанция Да Она была Чемпионкой мира В 89-м Еще году Будучи совсем Юной гонщицей В лахте На этой дистанции Лариса Лазутина Идет быстрее Антонины Ординой Пока Вот вы видите Лучший результат Был у Антонины Ординой 7 минут Ровно 7 минут И 0,7 секунды Лазутина Проходит Чуть-чуть Быстрее Очень хорошо Потому что В общем Если Антонина Ордина Задала такую скорость Всей гонки То Лариса Лазутина Ее почувствовала И естественно Уже теперь Вошла в ритм Этой гонки Но может быть Те кто стартует После нее Нейманова Моэн Дичента Может быть Те предъявят Покажут Более высокую скорость Стартовую По крайней мере Я слышу Я слышу что у вас В комментариевской кабине Включена рация И отметки будут давать Еще и тренеры Да На отметке Два с половиной километра Пока Сейчас На двух с лишним километрах Лучше идет Данилова Анита Моэн Проигрывает Пока лидером В общем-то На первых трех километрах Пять секунд Это не очень много Но В то же время Очевидно Все-таки Нужно почувствовать Скорость Сегодняшней гонки Вот посмотрите Эммануэла Дичента Она-то почувствовала Эту скорость Идет примерно В одно время С Ларисой Лазутиной В одно время С Лазутиной И с Антониной Ординой Гавидина Дальсаса Я еще несколько метров Но тоже разница Очень-очень небольшая На старте Ну вот вы слышали Как Виктор Александрович Сообщил нам Что на отметке Где-то после двух километров Ольга Данилова Была среди Лидирующей группы Заканчивается Третий километр Третий километр 7.05 5 секунд Она проигрывает Сейчас лидером Лидеры по-прежнему Ордина И Лазутина Виктор Александрович Несколько слов О самой трассе Где самые трудные участки Сейчас давайте Только единственное Посмотрим Как пройдет Нина Гаврилюк 7.02 2.3 Она проигрывает Лидерам Пожалуйста Виктор Александрович Ну в общем-то Весь круг Достаточно сложный Так определенные участки Выделить здесь Трудно Но вот здесь Очень большой Подъем К третьему километру Идет Потом идет К пятому километру Большой подъем На седьмом километре Достаточно Большой подъем Вот Но надо сказать Что все подъемы Компенсируются Спусками Потому что Вы видите Нет ли у вас Каких-либо Замечаний К подбору Мази Или подбору Парафинов Для сегодняшней гонки Сейчас об этом Говорить Еще рано Поскольку Гонка Только началась И практически На этом этапе Все находятся В равных условиях Но будем смотреть Как дальше Будет ситуация Развиваться Мария Ослунд Шведская лыжница И Эллен Нильсон Следом за ней Я уже говорил Что лыжница Татут С отставанием Друг от друга В 30 секундной Паузе Но я еще Далеко До этой отметки Видите Красная черта На снегу Теперь самое интересное Как Елена Вяльби Начнет гонку Почувствует она Сегодняшнюю скорость Сейчас посмотрим Она уже вот Должна скоро Появляться Вот она появилась На экранах Так что сейчас Будем смотреть Так, ну и вам Наверное было слышно Как тренер на трассе Кричал, что 5 секунд Лидером Эллен Нинсон 6.57.8 2 секунды Она выигрывает У Ларисы Лазутиной Пока сейчас Здесь на отметке 3 километра Или на Вяльби 7.02 5 секунд Проигрывает Нильсон Да, Нильсон Очень быстро Начала Но неизвестно Как будет Заканчивать Сегодняшнюю дистанцию Все-таки Впереди 27 километров Худо-бедно Это же Нужно еще И выдержать Ну, для того Чтобы бороться Надо, конечно Включаться В эту борьбу А так Рассчитывать На то Что, значит Кто-то Как говорят Как в нашем мире Говорят Встанет А потом, значит Навертывать Упущены Это значительно Сложнее Вот сейчас Я смотрю Протокол гонки На 30 километров Значит Вот это Шестерка лидеров Нильсон Лазутина У ордена Дечента Вяльби Гаврилюк Разница Между ними Всего 4.8 Секунды Протокол гонки В Лилихаммере На 30 километров У женщин Дечента Начала Быстрее всех Выигрывала У Мойну И Киросниеми И дальше Продолжала Оставаться Лидером Все дальше И дальше Уходя От своих Соперниц Так, в общем Как начала С первого километра Первая отметка Была на Километр 700 метров Так она И до финиша Пришла Первой Участницей под последними номерами И сейчас Выходит На дистанцию Греческая лыжница Она одна единственная Здесь На чемпионате мира Анастасиозе Ну вот для нее Пожалуй Самый главный Девиз Пьера До Кубертена Главное Участие А не победа До победы Ей конечно Еще очень И очень Далеко Виктор Александрович Я помню Как-то на одном Из чемпионатах Мира Появились Австралийские Лыжники И лыжницы Да И очень Довольно Они активно Прогрессировали Но не знаю Почему Прекратили выступление Вот на данном Чемпионате Их нет Особенно Они Так сказать Действительно Так Участвовали В мужских гонках Мужских гонках Были у них и женщин Но женщин было Поменьше Вот на фаунском Чемпионате Они успешно выступали Ну я имею Относительно Ну да Успешнее для себя Некоторые спортсмены Были в первой половине Среди всех Участников Закончивших Но сейчас Почему-то нет Я Не обладаю Такой информацией Чем это вызвано Под пятым номером Идет американка Томсон И вот в этой Первой группе Пожалуй Она и задает Тон гонки Ох ты Даже тормозить Приходится На спуске Идет американцы Идет американца Идет американца Восьмой километр. Это лидеры первой группы. Я должен сделать маленькую поправку. Это не группа слабейшая. Это идет группа сильная после красной группы. Это третья группа практически. Как по традиции было раньше. Допустим, первая, вторая, третья, четвертая сильнейшая, а третья перед ней. Я уже говорил о тех изменениях в жеребьевке, которые были сделаны жюри. Итальянка Паруцци прошла сейчас отметку 8 километров. Вот она, ваша страна. Очень осторожно идет на спуске. Здесь, видите, есть опасность падения, потому что набился снег, он такими кучками образовался, и здесь, конечно, можно упасть. Если упал, то улетел в траву. Так точно. Паруцци становится лидером. Пока сюда не подошла группа сильнейших, естественно. Как вы помните, впереди была Элина Нильсон, норвежка. Стартовый номер тридцать третий. Приджит Альбрехт из команды Швейцарии. Пятнадцатый стартовый номер. Седьмой результат. Пока седьмой. Вот мы так все время будем поправляться во время нашего репортажа. Такого, можно сказать, перекрестного что-то репортажа. Виктор Александрович Чиванов, главный тренер нашей сборной, находится в комитарской кабине в канадском местечке Тандербэй, где проходит этот чемпионат мира по лыжным видам спорта. Ну, а я нахожусь в студии Останкино. И, естественно, мы будем говорить пока, потому что все время будем ждать, когда подойдет группа сильнейших, начиная с двадцать первого номера, Антониной Ординой. В шестерке разница всего меньше пяти секунд. была на отметке три километра. А вот Антонина Ордина. Она и раньше-то была отчаянной лыжницей. И так двадцать одна пятнадцать ровно. Вот это время теперь становится для нас достаточно хорошим ориентиром. Вы помните наши первые репортажи? Первая гонка у мужчин на дистанции тридцать километров девятого марта. Все было в снегу. Был такое ощущение, что из весны весенней Европы лыжники приехали сюда в настоящую зиму. Прошло всего несколько дней, и вот вам, пожалуйста. И в Тандербэе наступила весна. Лариса Лазутина. Двадцать одна двадцать одна. Виктор Александрович, это что, отставание или это сложный участок дистанции? Ну, это и отставание, как что значит сложное? Он сложный для всех. Ордина просто идет очень сильно. Она вот сейчас, я посмотрел, очень хорошо прошла спуск. Вот. А сейчас спуски очень опасны, поскольку я уже говорил, что леденистый снег. Поэтому ордин идет очень хорошо. Она ведь и в нашей сборной славилась, в общем-то, на дистанциях пятнадцать, двадцать и тридцать километров. Да, она неплохо выступала на этих дистанциях всегда. Майет Миккельсплас из команды Норвегии. Теперь уже почти наверняка выбыла из борьбы. Она проигрывает лидерам уже пятьдесят секунд. Стартовый номер у нее двадцать второй. Мануэла Деченто. Двадцать одна семнадцать. Две секунды она проигрывает Антонино ординой. Должна сейчас появиться Ольга Данилова. Вот уже ее поставили. Время ее. Уже на ваших экранах. Двадцать восьмой стартовый номер. Ольга Данилова из подмосковного города Александров. Теперь она живет там и тренируется там. Третий результат. Пока, конечно, разрывы очень невелики. А это уже переключение. Отметка тринадцати километров. Зигарет Вилле. Команда Германии. Четвертый стартовый номер. И вновь мы на отметке восемь километров. Нина Гаврилюк. Молодец. 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 Вот что делают канадские режиссеры. Третий, тринадцатый, тринадцатый, восьмой. Восьмой тринадцатый. Американского Томпсон. Какое время у Нины Гаврилюк на отметке восемь километров? Труда Дубин Даль уже проигрывает сорок пять секунд. Да. Д 없는. В первом отрезке она проигрывала 4,8, а сейчас она проигрывает значительно больше. Она проигрывает уже 19,9. Вот и падение, то самое, о котором вы говорили. Это трудо Дубиндаль. Да. Ещё раз он показывает, как она не удержалась на трассе. Не вписалась вот в этот крутой поворот и решила всё-таки лучше остановиться, нежели вылететь на лыжах на траву. Потом уже сражаться будет совсем бесполезно. Эрин Нильсон. Ещё одна норвежская лыжница. И Елена Вельби. Вот сейчас Елена Вельби становится лидером. Она выигрывает 12,6 секунды. Она практически достала Нильсон. Обошла Ослун. И сейчас становится лидером. Пойметим 21,2 секунды. Время на отметке 8 километров. Елена Вельби. Вилене. Это спортсменка из Франции. 11-й стартовый номер. Её ведут по Зигерен Вилле. Из команды Германии. Вот они между собой сейчас ведут такую позиционную борьбу. За лидерство из тех, кто стартовал под первыми номерами. 13-й километр. Итак, Елена Вельби. Отставание ордены. 12,4 секунды. 15,2 Мануэла Дечента. 18 Лариса Лазутина. 21 Ольга Данилова. Эллен Нильсон на шестой позиции. Нина Гаврилюк проигрывает уже 32,3 секунды. Вот видите, как быстро меняется ситуация. Да, это ещё не закончена первая треть дистанции. Габриэла Паруцца выигрывает у французской лыжницы. На отметке 13 километров. 10, ну, посчитаем, 11 секунд. 15, ну,.. Елена Великова, Великова. На местности, института. Но паспорт, comedy. 12-й, 10-й. 12-й, 10-й. 14-й, 10-й, 8-й, 10-й. 18-й, 10-й. 6-й, 10-й. 16-й, 0-й. 13-й. Вот посмотрите, в какой сложной ситуации оказалась Елена Вяльбе. И впереди, и позади спортсменки. И нужно выбрать точно линию поворота, чтобы никого не зацепить и самой не зацепиться. Альбрехт. Швейцарская лыжница проходит сейчас отметку 13 километров. Пока ситуация достаточно запутанная. Антонина Ордена здесь не будет отметки временного фактора на ваших экранах. Но, естественно, Антонина Ордена уже получила информацию о том, что Елена Вяльбе идет с более высокой скоростью. Итак, Антонина Ордена, 13 километр. Интересно. 32-02. Лариса Лазутина. Минута разницы была между Антониной Орденом и Ларисой Лазутиной на старте. Далековато я еще до этой красной линии, где остановится бегущее время. В верхней строчке на ваших экранах. 32-09. Миккельс класс. Здесь уже отставание более минуты. Марит Миккельс класс. Норвежская лыжница. После 13-го километра, можно сказать, с уверенностью, что она уже не будет бороться за высшие награды. Виктор Александрович, не было ли у вас ощущения, что Лариса Лазутина немножко прибавила? Да, у меня такое впечатление тоже складывается, что она немножечко прибавляет. Но пока решительных действий пока не видно. Мануэл Ди Ченто. Я думаю, что она пойдет второй. Мануэл Ди Ченто. Ну, будем говорить секунду. Да. Секунду, пока она проигрывает Антонине Ордену. Аня-то Моин. 59 секунд отставания. Итак, Ольга Данилова. Вы слышали, очевидно, возглас нашего тренера от Ордена минус 2. Ну, давайте мы посмотрим с вами вот здесь, когда она пройдет отметку 13 километров. Данилова сейчас идет быстрее, чем Лазутина. 32-05. Она всего 3,5 проигрывает. Идет на третьей позиции. Ордена Ди Ченто Данилова. Нина Гаврилюк. Как мы говорим, питерская лыжница. Олимпийская чемпионка в эстафете. Чувствуется усталость, да, Витя Александрович? Ну, конечно. 4 дистанции. Потом все это идет через день. Это очень сложная программа. Очень сложная программа. Погодные условия ужасные. 33 секунды она проигрывает сейчас лидером. А впереди вы видите Антонина Ордена. Ордена, Ди Ченто, Данилова, Лазутина, Гаврилюк. И сейчас здесь на отметке 13 километров должна появиться и Елена Вяльби. Кстати, а как идет сейчас по трассе Стефания Бельмондо? 31 номер. Что-то я ее не видел. Она не стартовала? Она не стартовала. Не вышла на старт. Она готовилась, но почему-то не вышла. Я видел, она расстроенная очень шла, заплаканная. Но почему это так, не знаю. Елена Вяльби. И вслед за ней шаг в шаг идет Элина Нильсон из команды Норвегии. Естественно, она старается не упустить Вяльби, потому что Лена идет быстрее. Она выиграла уже у Нильсон 30 секунд. И Нильсон, естественно, от своих тренеров, которые расставлены так же, как и наши по трассе, знает, что в Вяльби идет очень здорово. Конечно, не очень приятно чувствовать за спиной дыхание соперницы. И вот поэтому Елена Вяльби предпринимает рывок. 21 секунду она выигрывает. Итак, у нее 31-30, да? Или 31-31-31 на этой отметке. Она 21 секунду выигрывает. Но для Нильсон ситуация такая. Если, конечно, она сумеет продержаться, безусловно, она выступит на высоком уровне. Но темп лидера, он иногда и чреват. Можно, так сказать, и свои возможности не использовать. Можно задохнуться на трассе. Мария Осланд, шведская лыжница, сейчас прошла на ваших экранах. Но вы видите, как она уже, в общем-то, и не стремится к высокой скорости. Может быть, и сил уже нету. Ну и, по крайней мере, не стремится к победе. То есть она, конечно же, стремится к победе, но идет уже в таком, в каком-то очень вальяжном стиле. Антонина Ордена на ваших экранах. А это Елена Вяльби. На этом же подъеме. Вы можете обратить внимание, кто как здесь работает. Посмотрите, как Лена очень хорошо работает руками. Постоянно они у нее спереди. Постоянно она выталкивает себя. Итак, отметка 13 километров. Елена Вяльби, Антонина Ордена проигрывает 21 секунду. Далее идет Мануэлла Деченто, Ольга Данилова, Лариса Лазутина и Эйлен Нильсон. Нина Гаврилюк на седьмой позиции. 54 секунды она здесь проиграла. Ну и дальше отставанию уже более минуты. Две с половиной минуты проигрывает чешская лыжница Катрин Нейманова. Я думаю, что на финише это отставание будет уже более чем четыре минуты. 27 километров... 17 километров до финиша. 27, это просто посмотрел на цифру и решил 150 километров. 17 километров до финиша и сейчас будет половина. 18 километров до финиша и сейчас начал костюм fifth kurt suehoip. Израrywка карьин филиппо. 19 Load покринет, очевидно 2020 результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Гонка сегодня оказалась очень быстрой. Для примера. Валерий Хаммере отметку 12 километров Мануэла Деченто, лидер тогдашней гонки, прошла за 34 минуты 40 и 5 десятых секунды. 12 километров. А Елена Вяльби 13 километров прошла за 31 минуту 31 секунду. Георгий, не следовало бы сравнивать, поскольку там был классический ход. Он всегда тише приблизительно на полторы минуты на 10 километров. А то и в некоторых ситуациях и на 2 минуты. Поэтому здесь сложно сравнивать времена. Ну да, но все-таки разница в одном километре. Я поэтому так вот и решил сравнить. 13 километр и 12 километр. Ну и в лыжах всегда условия скольжения, они, так сказать, играют колоссальную роль во времени. Почему в лыжах не регистрируется никаких рекордов? А вообще-то было бы интересно, если бы были какие-то рекорды в выездных гонках. Очевидно, все-таки есть на каких-то определенных трассах. Но вот на таких стандартных дистанциях, допустим, как Лахти, Фалун, Холмлинг, Холлинг. Нет, все равно рекордов нет. В свое время какие-то рекорды были на начальной стадии. Это которые были соревнования по озеру. Ну вот, кстати, вы сказали относительно начальной стадии. Я хочу напомнить любителям лыжного спорта, что в этом году, в декабре месяце, исполняется 100 лет отечественному лыжному спорту. Российскому спорту, который был, в общем-то, официально объявлен 16 декабря или 29 декабря по новому стилю 1895 года. Тогда была проведена торжественная церемония открытия Московского клуба лыжников. И вот эту дату, 29 декабря, принято считать днем рождения лыжного спорта в России. Виктор Александрович, вы как главный тренер нашей сборной. Могли бы ответить на такой вопрос, а что планируется вообще вот к столетию нашего лыжного спорта? Я понимаю, что прошла лыжня России, посвященная столетию лыжного спорта. Мы об этом рассказывали на нашем канале, на канале Останкино. А не предполагается какой-нибудь особой гонки? Ну, прежде всего, я думаю, что масса соревнований, особенно масса соревнований, должны быть посвящены столетию лыжного спорта. Я точно не располагаю данными, которые имеет оргкомитет, что они конкретно планируют. Но, вероятно, будет одна из гонок в конце декабря, она посвящена столетию лыжного спорта. А что, если сделать традиционную манжосовскую лыжню? Она же все-таки проходит 31 декабря. Ну, зачем? У нас есть традиционные, более сильные гонки, та же наша бывшая Красногорская гонка, она тоже будет проходить в эти сроки. Ну, в любом случае, любители лыжного спорта, во всех городах нашей необъятной России, хочу вам сказать, что вы уже начинаете сегодня готовиться к тем стартам, которые будут в начале будущей зимы. В декабре месяце они все будут посвящены столетию лыжного спорта России. Виталий Александрович, нет ли у вас какой-нибудь информации по рации о том, как идет Елена Вячеславовна? К сожалению, у меня рация очень шумит, и пришлось ее отключить. Я думаю, что сейчас мы со следующего пункта увидим. Итак, после 13-го километра можно уже сказать, что норвежские лыжницы не будут сражаться за медали на этой последней дистанции чемпионата мира в канадском местечке Тандербей у лыжниц на дистанции 30 километров. Вот сейчас получили мы информацию с 18-го километра. Здесь лидер по-прежнему ордена, но уже 2 секунды только проигрывает ей Лазутина. Значит, все-таки мы правильно определили, что она прибавила. Да. Вы знаете, я сейчас скажу, наверное, сокровенное то, что каждый из вас, сидя у экранов телевизоров, в этот момент думает, как было бы здорово, если бы все-таки выдержала Лариса Лазутина темп этой гонки. 20-й километр заканчивается на лыжном стадионе. И все-таки мне хочется сказать, вот практически осталось провести всего-навсего несколько состязаний здесь в Тандербее. Прыжки с гигантского 120-метрового трамплина, лыжную гонку у мужчин на дистанцию 50 километров. Мне хочется сказать, что Международная Федерация Лыжного Спорта, мне кажется, все-таки неправильно решила относительно того, чтобы проводить здесь чемпионат мира, именно в Тандербее. Потому что, ну, вы видите, трибуны пустые. Ведь если проводить соревнования в Скандинавии или в каких-то европейских странах, ведь есть, допустим, Оберсдор в Германии, где в феврале месяце и снег, и замечательная погода, и можно провести прекрасные соревнования. И немцы прекрасно организовывают чемпионаты мира, у них там проходил уже чемпионат мира 87-го года. Зачем же было загонять так далеко? Вот мне непонятно это все-таки. Очередное падение на дистанцию. Это уже практически на выходе на лыжный стадион. Конечно, есть объяснение, чтобы, допустим, здесь, в Канаде, появилась любовь к лыжным дисциплинам. Я знаю, что на трамплине, вот, допустим, на последних состязаниях, прыжках вечерних, на 120-метровом трамплине, собралось 11 тысяч зрителей. В общем, достаточно много для Канады. Но ведь мы помним, как в 70-м году в высоких Татрах на двух трамплинах, тогда мы называли их 70-90 метров, на двух трамплинах собиралось свыше 100 тысяч зрителей. Антонина Ордена, и давайте успеем записать ее результат. 20-й километр. 50-35,6. Лариса Лазутина. А вы знаете, не чувствуется усталости. В тех размашистых движениях, вот, посмотрите сами, уважаемые телезрители. Ваши впечатления, Виктор Александрович? Да, пока темп сохраняется очень высокий. Поэтому, действительно, внешне не кажется, что и усталости нет. Но, я думаю, что она ведь усталость под крах будет накапливаться и подойдет незаметно. Ну, так же примерно, как у мужчин на дистанции 50 километров. После 40-го километра можно с уверенностью сказать, кто же все-таки будет на финише. 35-го километра. Чуть-чуть она здесь проигрывает Антонине Орденой. 5,4 секунды. Гавидина Дель Сасса, итальянская лыжница, упала и никак не может выбраться вот отсюда, из травы. Вот то, что я говорил с самого начала. Падение в траву и оттуда вырваться уже невозможно из-за объятий весны. Мануэл Диченто. Не спешите с выводами, ей нужно еще пройти верхнюю часть, и только после этого она появляется на лыжном стадионе. Если есть возможность, можно чуть передохнуть. Здесь такой пологий спуск. 50,33. Да, это отметка 20 километров. Сейчас лидер Ди Сэнто. 2,3 десятых проигрывает Ордена. 7,7 на Лазутина. Сейчас будем ожидать следующего. Положение шестерка сильнейших после отметки 20 километров. Но пока здесь нет еще Елены Вяльби. И, кстати, нет Ольги Даниловой. Вот она. В шестерке, я имею в виду, пока ее нет. Итак, она сейчас проходит отметку 20 километров. 50,45,4. 12 секунд она проигрывает сейчас Мануэля Дученко. Гоидина Дальсаса. Самая опытная лыжница в команде. Италии. Ей уже 37 лет. И она выступает на чемпионатах мира с 1984 года. Практически 10 лет на Олимпийских играх, а на чемпионатах мира. 29 номер Нина Гаврилюк. Проигрыш почти минута. Да уж не почти, а чуть больше минуты. Минута и одна секунда. Но все равно нужно идти до конца, потому что что может произойти на оставшихся 10 километрах, известно только одному богу. Я думаю, что в любом случае нужно сражаться, потому что может быть так произойти, что Эммануэла Диченко вдруг тоже на каком-то спуске или на повороте, ну, не дай бог, конечно, для нее вдруг неожиданно и упадет, или зацепится за какой-нибудь маленький снежный бугорок. Мануэла Диченко на ваших экранах чуть-чуть подкрепилась, пару глотков, остается ей 9 километров до финиша. И в этот момент на стадион врывается Елена Вяльби. Пятьдесят одиннадцать и семь. Сохраняется разы в двадцать одну секунду, несмотря ни на что. Несмотря на то, что вот сейчас последнюю часть дистанции к двадцатому километру Мануэля Диченко все-таки прибавила по скорости, и все равно Елена Вяльби сохраняет это расстояние, которое она завоевала, на тринадцатом километре двадцать одну секунду. Эллен Нильсон отстала от Елены Вяльби, сейчас идет на шестой позиции. Итак, шестерка лучших. Елена Вяльби, Мануэла Диченко, Антонина Ордена, разница между ними очень небольшая. Лариса Лазутина проигрывает Ордены, как вы видите, всего меньше шести секунд. И Ольга Данилова. Десять секунд проигрывает Антонине Ордены, и чуть больше десяти секунд, двенадцать секунд проигрывает Мануэля Диченко. Ольга Данилова имеет все шансы попытаться бороться за одну из медалей. Если бы, конечно, нас слышали сейчас девушки на трассе, то каждый из них бы сказал, ну вам-то легко говорить там, сидя в комитетской кабине или в студии Востанкина. Напомню вам, что студия спортивных программ Останкина ведет один из последних репортажей с чемпионата мира по лыжным видам спорта из канадского местечка Тандербей. Шведская лыжница проходит сейчас по трассе Мэре Остлунд. Отставание ее уже, конечно, очень и очень существенное. Мануэла Диченко. Не так уж часто нас на этом чемпионате баловали вот такими кадрами с параллельного хода телекамерой. Хотя уже на чемпионатах мира последних десяти лет, особенно в Скандинавии, на Олимпийских играх такие кадры были очень и очень частыми. Тем более, что они очень выразительны. И очень здорово подчеркивают скорость лыжницы на дистанции. Кстати, Антонина Ордена на Олимпиаде в Лилихаммере заняла тогда 11 место в гонке на дистанцию 30 километров. А сейчас она близка к одной из медалей. И это впервые в ее истории выступления на лыжне. Ну уж если я начал говорить о статистике, конечно, хочу подчеркнуть, что тоже уникальное совершенно явление Елены Вяльби теперь уже завоевала свою восьмую золотую олимпийскую награду на чемпионат... золотую медаль на чемпионатах мира. И вот если все будет хорошо на финише, то не будем забегать вперед, в общем-то подождем. На этот чемпионат мира приехала очень большая группа норвежских болельщиков, шведских. Я видел достаточно много финнов. Ну а наших всего, по-моему, из болельщиков только двое, которые представляет Александровский радиозавод. Далеко, конечно, и очень дорого. Елена Вяльби. Ну вот вы сами слышали сейчас информацию с трассы. Мануэла Дичента начинает увеличивать скорость к финишу. 15 секунд, 6 секунд она отыграла сейчас у Елены Вяльби. Ну, может быть, это было несколько раньше. Напомню, Мануэла Дичента идет по 26-м номерам Елены Вяльби, по 34-м. То есть тактическое преимущество Елены Вяльби, естественно, лучшее. Потому что она знает, как проходит трассу ее главная соперница. А итальянская лыжница узнает о том, как идет Вяльби с некоторым опозданием. Потому что Вяльби должна пройти ту отметку, где находится тренер итальянской команды с рацией, с тем, чтобы он уже по рации передал опережающую информацию. Но, по крайней мере, я с уверенностью могу сказать, что Мануэла Дичента точно знает, что она сейчас начинает потихонечку-потихонечку сокращать разрыв. И на Кюмель из команды Германии. 3 минуты 53 секунды она проигрывает лидерам. Ну, вы знаете, для каждой из них, тех, кто идет сейчас на этой труднейшей дистанции гонки на 30 км, для каждой из них, естественно, очень важно, какое место она займет в итоговом протоколе. Потому что существует, ну, как бы вам сказать, такая неофициальная, что ли, борьба за двадцатку сильнейших, за выход в десятку лучших и даже в тридцать лучших – это уже тоже какой-то показатель подготовленности спортсменки. 4 минуты 53 15 В дальнейших каждый из болельщиков здесь на лыжном стадионе в Тандербэе веселит себя как только может. Но я что-то не вижу нашего любимца, бельчонка Чимика. Что-то они его никак не показывают. Вот канадцы тоже самое. Ну канадцев здесь, конечно, гораздо больше, естественно, потому что все-таки это у них проходит состязание. Субтитры создавал DimaTorzok Хавранчиковой тут же Марит Микельсплас, это ее лучший результат здесь на этой отметке, на отметке 20 километров. У Марит Микельсплас девятое время. 28 километр. Вот я думаю, к этой отметке, собственно, все и будет решаться. Да, конечно, здесь уже будет развязка видна. Но 2 километра последних тоже, если это дело в 3-5 секундах, то может быть и решающими. Кто-то кому-то помешал, и спортсменка улетает с лыжни, или так будем говорить, со снежной дороги, и заодно взбивает кого-то из тренеров. Вот вам сейчас очень хорошо видно Зигарет в вилле. А уж пока оттуда выберешься, пройдет секунд 20-30, если еще и все в порядке, если еще и палки целы, и лыжи целы. Все в ожидании. И мы вместе с вами, уважаемые любители лыжного спорта, тоже в ожидании сейчас сюда подойдет группа сильнейших. По-прежнему впереди Елена Вяльби, и, как вы знаете, она выигрывает сейчас у Мануэла Дичента. По крайней мере, вот на той отметке, с которой мы получили информацию, выигрывает 15 секунд. Труднейшая марафонская гонка у лыжниц. Позади 4 старта. И в заключении самое большое, самое трудное испытание. Но в любом случае, как бы ни сложилась эта гонка для российских лыжниц, нужно сказать, что они выступили великолепно. И в первую очередь, конечно, Лариса Лазутина. Четыре золотые медали на чемпионате, на одном чемпионате мира. За последнее время, по-моему, такого и не было. Я помню на Олимпиаде в 1972 году в Саппоро. В 1972 году тогда наша великолепная, выдающаяся лыжница Галина Кулакова завоевала все три медали. Но тогда и было всего три дистанции. Сейчас это сложно сравнивать, поскольку программа расширилась почти на больше, чем на 50 процентов. Конечно, сегодня другие несколько возможностей у спортсменов. Да, и потом диапазон, Виктор Александрович. Пять километров и тридцать. Самая раньше марафоновская дистанция была 10 километров. И две пятерки. И стафетный гонка, и дизайнная. Потом появилась двадцатка, опять с нашей подачи. Ведь мы стали первыми проводить соревнования такого марафонского характера на 20 километров. Мы и на 20 стали первыми проводить, и на 30 стали первыми проводить. 30 километров первый раз мы провели в Манчегорске в 1973 году. Тогда наши руководители на меня очень сильно ругались, что мы придумали такую длинную дистанцию для женщин. Но жизнь показала, что все меняется. Да, и спустя, в общем, считайте, 20 лет, чуть меньше 20 лет, дистанция 30 километров вошла в программу чемпионатов мира и Олимпийских игр. Ну и, кстати, Виктор Александрович, уж позвольте, я поздравлю вас с вашим юбилеем, 25-летием в ранге руководителя сборной команды и 25 лет на чемпионатах мира с высоких татар 1970 года. Спасибо. А вы не подсчитали вот так примерно хотя бы, сколько золотых медалей завоевали наши девушки за эти 25 лет? К сожалению, я такой статистикой не занимался, но думаю, что очень много. Если это потребуется, можно восстановить. Попробуйте. Это будет очень интересно. Заканчивает гонку Зигарет. Ввели из команды Германии. Это та самая, которая упала. Так неудачно упала, что еле выбралась потом из этой канавы. Антонина Ордена. Антонина Ордена сейчас должна подойти. Или я пропустил. К отметке 28 километров. Лариса Лазутина. Лариса Лазутина из Одинцова. Проходит отметку 28 километров. Это что ж, получается, что Лазутина выигрывает у Ордены? Нет, она проигрывает у Ордены. Проигрывает у Ордены 8,3 секунды на 2 отметки 28 километров. Мануэла Диченда. Ну что ж, претендентка на одну из медалей. Совершенно ясно. Олимпийская чемпионка. Чемпионка мира. Мануэля Диченда сейчас... 22 секунды она выигрывает у Антонины Ордены. Очень осторожничает здесь на спуске. Вы видите, даже плужит. Я думаю, что она делает правильно. По-другому здесь нельзя. Риск здесь не оправдан. Да, тем более 2 километра до финиша. Да. Мануэла Диченда. И сейчас появится Ольга Данилова. Лазутина проигрывает ей уже 30 секунд. Морит Миккер спас. Ну, ее уже обошли. И Лариса Лазутина, и Мануэла Диченда. То есть проигрыш уже более чем 2 минуты. Да, и на этот раз, судя по всему, перестал почета будет без норвежских лыжниц. Антонина Ордена уже здесь на стадионе, на лыжном стадионе, и заканчивает гонку. Спешит, прекрасно понимая, что, может быть, даже вот на этих последних метрах дистанции ей остается совсем немножко до финиша, может быть, именно и здесь решится то, что называется пересталом почета. Поднимется ли она на какую-нибудь из этих ступеней? Я думаю, что да. Она очень активно финиширует. 58,5. 1 час 16 минут 58,5 секунды. Это результат Антонины Ордены. И Лариса Лазутина тоже спешит. Ну, вы помните, что она проигрывает... Ой, какая неудача! Помните, что она проигрывала 30 секунд Мануэля Диченда? А вот Эммануэла Диченда. И не случайно дальние камеры взяли ее здесь, вот на этом спуске, который над лыжным стадионом. Зацепилась за палку, что ли, Лариса? Да, она носком лыжи зацепилась за снежный ком. И Елена Вяльбе. Елена Вяльбе здесь на отметке 28 километров. Почти 20 секунд. Около 20 секунд она выигрывает у Мануэля Диченда. Виктор Александрович, а вот на двух километрах возможно отыграть 20 секунд? Конечно, если не вставать. Ну, я думаю, что в сегодняшних условиях вряд ли это возможно. Если не случится то, что сейчас произошло с Лазутиным. Понятно. Будем надеяться, что должно все пройти хорошо. Мануэла Диченда уже включает, казалось бы, все иссякшие силы. И стремительно приближается к этой заветной черте вот на белом снегу. Красная линия финиш. 1 час 40,5 секунды. Это лучший результат. Лучший результат, пока на финише не появится наша Елена Вяльбе. Ольга Данилова. Да, и нужно пройти еще мостик, прежде чем выскочить на лыжный стадион. Пока ее ведут по лучшему результату, Мануэла Диченда. Теперь по Антонине Ординой. Вот там вдалеке идет Ольга Данилова. Елена Вяльбе. Все-таки еще плюс, 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 как говорят. Ольга Данилова. Еще довольно далеко до выхода на стадион. Гонка на 30 километров. А разница между первой и второй всего несколько секунд. Ну что, кто же, кто же все-таки поднимется на высшую ступень? Елена Вяльбе или Мануэла Диченда? Ну, я надеюсь, что Елена Вяльбе поднимется, потому что за 800 метров до финиша здесь разрыв 15 секунд. Это достаточно большой отрыв для такого короткого отрезка времени. И, пожалуй, наверное, на этом ограничимся мы медалями. Думаю, что второй будет Мануэла Децента и третий, наверное, Антонина Ордина. Да, судя по тем результатам, которые уже есть. Да, Ольга Данилова, вероятно, будет на четвертом месте, а Лариса Лазутина будет на пятом. Ну, давайте мы сейчас все-таки досмотрим до конца эту гонку. Итак, Елена Вяльбе. Елена Вяльбе стремительно приближается к финишу. Минута в ее распоряжении, теперь уже чуть меньше. Тем временем Мануэла Децента уже дает интервью. Но в качестве кого? В качестве серебряного призера или в качестве победителя? Интересно было бы спросить у репортера. Елена Вяльбе. Да, Вяльбе победительница. Да, замечательно. Я ее поздравляю. Замечательно. Одна минута, 16.27. И всех ее друзей, кто сегодня нас слушал. Это блестящая победа, блестящая победа. Сегодня Лена настолько порадовала нас. Как говорится, у нее возникло второе дыхание. На этой трудной дистанции она проявила самые большие волевые качества. Но это очень свойственно ей. Всех поздравляем с голотой медалью. Ну а как я и предполагал, таких медалей у нас сегодня не будет. Но прежде чем закончить, конечно, этот репортаж, давайте мы все-таки порадуемся вместе с Еленой Вяльбе. Потому что уж как она стремилась к этой золотой медали на протяжении всех этих дней чемпионата мира в Тандербее. Как она переживала свои переживания. Как она переживала свои поражения. Я помню, как однажды меня не пустили в домик, когда она заняла, по-моему, пятое или шестое место. И сказали, не заходи туда, потому что там Лена Вяльбе, в общем-то, ну как сказать, рыдала после своего поражения. Для нее нет никакого другого места, кроме первого. Второе, она, в общем-то, и радуется. Но все равно в душе она огорчена, потому что она переживает. Иначе у него не появится желание бороться дальше. Лена это сохранила, и сегодня она показала. Да, было видно на середине дистанции, что норвежские лыжницы на этот раз, хотя они всегда блистали в гонках на 30 километров, на этот раз они оказались далеко от лидеров. Но дело в том, что норвежские лыжницы более прогрессируют и хорошо выступают в классическом стиле. Они успешно выступали и на Олимпиаде, и на этапах Кубка мира выступают успешно. А что касается свободного хода, здесь у них есть определенный пробел. Поэтому мы и не рассчитывали, что кто-то из них сможет сегодня вступить в борьбу за медали. И вот на ваших экранах шестерка лучших. В труднейшей гонке у лыжниц на дистанцию 30 километров. Три российские спортсменки в этой группе. В группе шести сильнейших из 57 тех, кто стартовал сегодня на дистанции. Последний вид соревнований у женщин на чемпионате мира в канадском местечке Тандербэй. О чем и рассказывает студия спортивных программ Останкино. Мануэла Дичента была очень близка к своей заветной мечте победить на чемпионате мира здесь в этом году, в 95-м году. Но если бы не было Елены Вяльби. И вы помните, Елена Вяльби с самого начала гонки захватила лидерство. И до конца она выигрывала 20 секунд. Выигрывала чуть больше, потом чуть меньше. Потом Дичента начала сокращать разрыв. Дошел до 15 секунд на финише всего 13. Но 13 это уже вполне достаточно для того, чтобы одному подняться на высшую ступень пьедестала почета чемпионата мира. Потому что эта ступень высшая, она одна. Так же как одна и для серебряной медали, и для бронзовой награды. Но и с другой стороны, все-таки, мне кажется, надо бы и поздравить, конечно, Мануэла Дичента с этой великолепной гонкой, которую она устроила для всех нас вместе с Еленой Вяльби и, конечно же, Антонину Ордину. Ну и кроме всего прочего, Виктор Александрович, Ведь смотрите, 5 стартов и все 5 золотых медалей в руках у российских лыжниц. Это выдающееся достижение. И, конечно, вы знаете, что мы очень успешно выступаем в Кубке мира. Являемся лидерами в национальном Кубке. Именно благодаря очень сильному выступлению женской команды. Она выступает монолитно и очень сильно. И, конечно, конец сезона мы очень волновались, что как бы у нас не было отрывов. Но, к счастью, все обошлось хорошо. Мы провели заключительный этап у себя дома, в поселке Яхрома, в городе, вернее, Яхрома. Вот, там были созданы все условия. Провели чемпионат России на самом высоком уровне. И вот здесь блестящее выступление. Я всех поздравляю болельщиков и особенно тех людей, которые нам во всем помогают. Я хочу к этому добавить, что сейчас гонку за хрустальный кубок мира, который называется розыгрыш Кубка мира по лыжным дисциплинам у спортсменок. У лыжниц возглавляет Елена Вяльби. Далее идет Гаврилюк, Лазутина, Данилова Корнеева. Пять российских спортсменок находятся впереди. И последний этап, насколько я понимаю, Виктор Александрович, это в Японии. Да, это в Японии. Он очень затянут. Сапора на месте бывшей Олимпиады 1972 года. Я надеваюсь в какие-то там снежные условия. Но сейчас уже можно сказать, что в призовой тройке ничего не изменится. Вяльби будет обладателем Кубка мира. С великолепнейшим результатом она имеет восемь побед. И Нина Гаврилюк будет второй, и Лариса Лазутина, я думаю, будет третьей. И Ольга Данилова будет четвертой. Сегодняшние успехы, вот она на ваших экранах, вы видите, рядом с ее именем и нашим флагом российским, золотая медаль чемпионки. Да уж, это точно. Лыжи, которые принесли или довели, что ли, Елену Вяльби до финишной черты первой, довезли ее до этой золотой медали. Тем временем заканчивается гонка на 30 километров. Заканчивается, в общем-то, уже в борьбе за двадцатку. За выход в двадцать сильнейших. Да, я об этом говорил уже, что здесь стартуют более слабые спортсмены. Так что изменений никаких не будут. Да, и несмотря на то, что все-таки Елена Вяльби завоевала золотую медаль, а все-таки, вот согласитесь со мной, Виктор Александрович, а в общем-то, как-то в душе немножко жаль, что Ларисе Лазутиным не удалось установить вообще абсолютный рекорд чемпионатов мира. Ну, спорт, наверное, тема интересен, он никогда не предсказуем. Поэтому, естественно, жаль, но я думаю, что тут максималистом всегда можно быть, но надо учитывать реальные условия. Все-таки Лариса так выдала четыре дистанции, что я думаю, что ей сегодня было тяжело идти. Да, в особенности гонку-преследование, так называемая комбинация, я всегда ее вспоминаю, потому что идти впереди, зная, что позади идут сильнейшие, те, кто могут вот-вот тебя догнать и все-таки убегать от них, это, конечно, нужно обладать колоссальным характером, необыкновенной силой воли и вообще уверенностью в своих силах. Да, вы помните, какой поступок совершила Ольга Данилова с 15-го места, она стала призером чемпионата мира. Это потрясающее выступление, имея преимущество перед вторым результатом в 30-ти с лишним секунд. Да, и при этом я просто чуть-чуть добавлю к вашим словам, Виктор Александрович, Ольга Данилова показала абсолютно лучший результат в этой гонке. Да, абсолютно лучший результат. Вот вы видите, я говорил, что идет своеобразная борьба за выход в двадцатку в лучших 30 участниц на этой труднейшей гонке у лыжниц. Самой длинной дистанции марафон 30 километров. Да, здесь ведь проводится параллельно и Кубок мира на чемпионате мира, но идут только в зачет две лучших дистанции. Неполная программа идет в зачет. Во всяком случае, победа Елены Вяльбе точно войдет в зачет для нее. Абсолютно точно. У ней будет первое и второе место. А у Ларисы будет два первых места. А у Нины Гаврилюк будет два вторых места. А у Ольги Даниловой будет третье и четвертое место. Так что пятерка так и останется, очевидно, все-таки на Кубке мира. Да, я так надеюсь, что так и останется. Думаю, что Сапара вряд ли что изменится. Заканчивается чемпионат мира по лыжным видам спорта в канадском местечке Тандербэй. Сегодня еще проведут свои соревнования на 120-метровом трамплине прыгуны. Разыграют золотые, серебряные и бронзовые награды на гигантском трамплине. Ну и, собственно, все. Остается последняя гонка марафона. Марафон на дистанции 50 километров, где мы желаем успеха Владимиру Смирнову, который тоже самое здесь завоевал все награды, какие только можно, в личных гонках. К сожалению, команды Казахстана не было в эстафетной гонке. Но дело все в том, что просто здесь не хватило казахстанских лыжников для того, чтобы собрать четверку. Ну, в общем-то, мы разговаривали с Володей. Он сказал, что, наверное, это и хорошо. Он мог передохнуть и серьезно уже готовиться непосредственно к гонке на 50 километров. Ну, я не исключаю, что в борьбу вступит Алеша Прокурор. Он находится в неплохой форме и, так как у нас, он является всегда хорошим марафонцем. В прошлом году он здесь победил в гонке на 50 километров именно свободным стилем на этапе Кубка Меры, на финале Кубка Меры. И так я напомню вам, уважаемые телезрители, завтрашнюю трансляцию вы будете смотреть по российскому каналу, а выступать на дистанции 50 километров будут от российской команды Игорь Бадамшин, Сергей Чепиков, Алексей Прокуроров и Михаил Ботвинов. Елена Сенкевич сейчас на дистанции. Это спортсменка из Болгарии. Из Белоруссии. Ой, из Белоруссии, извините. И тоже, вы видите, она финиширует достаточно мощно и только с одной единственной целью, с одним единственным желанием попасть в двадцатку сильнейших, но не успевает. Двадцать первое место. Сенкевич сейчас на дистанции. Субтитры сделал DimaTorzok Виктор Александрович, будущий год у нас без чемпионата мира, и поэтому, очевидно, вы будете пробовать, как главный тренер, в общем-то, больше резерва на этапах Кубка мира. Да, такие планы у нас есть. Мы будем пробовать молодежь, что касается и женского состава, и особенно мужчин. Будем, так сказать, заниматься поиском. И женщин, мы думаем, чтобы создать к нагану команду, так сказать, опыта и молодости, нам нужно подтянуть молодежь. Ну, еще, очевидно, что на будущий год вернется на лыжню и Любовь Егорова. Да, Люба собирается возвращаться. Мы будем рады и приветствуем ее. Я думаю, что она, конечно, займет место среди лидеров. Ну, вот теперь подборка кадров так называемых падений. Да, вот видишь, какое застатное падение у Ларисы. Кто как и кто куда улетает. Кто улетает в кусты, кто улетает в канаву, а вот Лариса Лазучева щитрилась просто на ровном месте упасть. Ну, такие явления бывают. Спортсмен уже и подустал, и, конечно, зацепившись лыжей за снег, при таком ходе, естественно, можно упасть всегда. Констанция Блюму с командой Германии. Она стартовала предпоследней. А вот сейчас вы слышите шум на стадионе и выкрики диктора, который ведет репортаж для зрителей там, на лыжном стадионе в Тандербее. На лыжный стадион приближается канадская спортсменка. Она стартовала под 58-м номером. И вы сейчас сами это услышите. Независимо от того, какое место она займет, ее будут приветствовать, потому что... Ну, потому что это гонка. Гонка на 30 километров. И дойти до финиша – это уже достаточно большой подвиг. Констанция Блюму. И она... Да, наверняка она попадает в двадцатку лучших. Семнадцатое место. А ее подруги более опытная лыжница из команды Германии Кюммель – восемнадцатое. Виктор Александрович, любитель лыжного спорта, знает, что наш... Заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Николай Аникин одно время тренировал команду Соединенных Штатов Америки. И потом как-то вот никаких известий не было. Нет ли у вас какой-нибудь информации? Ну, я сейчас, вчера буквально с ним разговаривал, очень долго по телефону он позвонил мне в номер. Но сейчас он никого не тренирует, так ведет группу, обучает, вернее, спортсменов лыжному спорту. Пока его возвращение еще неопределимо. Понятно. То есть, будем говорить, выступает в данном случае в качестве консультанта? Да. Ну, конечно, конечно. Теперь уже можно улыбаться после того, как золотая медаль в кармане. Елена Вяльби уже налево и направо дает интервью. Здесь вот немецкая телекомпания ZDF. Пять золотых медалей завоевали наши лыжницы, российские спортсменки на этом чемпионате мира. В истории чемпионатов мира не было такого случая, чтобы все высшие награды принадлежали спортсменкам одной страны. Нет, такое было. Просто дело в том, что сегодня программа значительно более широкая. В те годы, когда было всего три дистанции. Это было в Татрах, это было в Тапора, это было в Фалуне. Это часто бывало. Я имею в виду сейчас, когда эта программа вот такая, расширенная. Да, по такой широкой программе это впервые. Георгий Мноцаканов. Так, я понимаю, идет Елена Вяльби к очередному микрофону. Я думаю, что сейчас будет микрофонная очередь. Ну, во-первых, окончание женской части программы чемпионата мира. И вообще, я так думаю, что все сейчас, вот Мануэл Диченто, все сейчас, в общем-то, с огромным уважением относятся к нашей женской российской команде. Все-таки все пять высших наград завоевать, это непростое дело. Ну, это безусловно, вы уже об этом говорили. Это потрясающее явление. Замечательный, так сказать, случай. Я думаю, что мы имеем еще и достаточно резервов для того, чтобы хорошо готовиться к нагадам. Ну, и вот последняя участница сейчас на дистанции. Нэнси Дасси. Канадская лыжница. Ну, сейчас вы услышите, как зрители будут ее приветствовать. Хотя она идет где-то, значит, вот 41-й. Ее ведут по времени в Мэнди Дэвис, тоже канадской лыжницы. Так или иначе, и правильно, и правильно, что приветствует, потому что она, несмотря ни на что, она могла ведь и сойти на трассе. Ну, что такое, сороковое место. И все-таки она заканчивает эту гонку, доказывая тем самым себе и своим болельщикам, и своему тренеру, что да, она может сражаться, может идти на этой дистанции, может сражаться с усталостью. Марафон. Женский марафон 30 километров. Я прекрасно понимаю, что на тренировках, особенно в начале сезона, вкатываясь на лыжне, спортсменки проходят дистанции под час и под 50 километров. Но ведь там-то можно где-то и передохнуть, чуть поспокойнее пройти, чуть побыстрее пройти. А здесь-то ведь все время нужно работать, все время, на протяжении всех полутора часов. Вот для нее. Тем временем, я знаю, готовится пьедестал почета для награждения сегодняшних победительниц. Здесь, на лыжном стадионе, вручаются награды ФИС и те самые заветные букеты цветов. У Лариса Лазутина их уже четыре. И Елена Вяльбия сейчас впервые поднимется здесь, на этом чемпионате мира, впервые на индивидуальных гонках, поднимется на высшую ступень. Она уже была на высшей ступени пьедестала, когда награждали наших девушек за победу в эстафетной гонке. Ольга Данилова, Лариса Лазутина, Елена Вяльбия и Нина Гаврилюк тогда поднялись на эту высшую ступеньку. А вот Антонина Ордена поздравляет Лену Вяльбия. Вновь на ваших экранах шестерка лучших Вяльбе Дичента Ордена Данилова Лазутина Гаврилюк Норвежские и финские лыжницы вообще остались без наград. Зигарет Вилли, она выступала сейчас под четвертым номером, шла в самом начале гонки. Помните, она улетела в траву? Итоговый протокол последней гонки у лыжниц. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Из 57 стартовавших 46 закончили сегодняшнюю дистанцию. Да, это с кем-то произошел несчастный случай на трассе. Очевидно, падение. Сузанна Кинг из команды Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что просто дистанция была для нее очень тяжела, и она сейчас очень плохо чувствует себя. Если она пemptим, она была в big trouble. То есть, ты будешь влезть, и она не выражает, что это есть. Орли, мне жаль, дин Depot. У меня есть для вас, чтобы все еще что-то случилось. У меня все, кто-то. Я так думаю. Я так думаю. Вы можете подключить ее, なんだёж? Греческая лыжница все-таки решила дойти до финиша. Здесь шведские тренеры качают Антонину Ордену, конечно, она принесла просто невероятную медаль для них, и неожиданную, и в то же время так долгожданную, и как она великолепно выступила в эстафете. И вот после того, как закончит гонку и пересечет финишную черту лыжницы из Греции Анастазио, она после этого и будет проходить награждение. Да, по правилам ФИТА награждение не должно делаться, пока последняя часть не закончат дистанцию. А вот вы слышите, как приветствуют ее зрители? И приветствуют за ее мужество, и за ее труд, и за то, что она не сошла с дистанции, несмотря на то, что она финиширует последней, и за то, что она все-таки дошла до финиша. Тройка победительниц. Елена Вяльбе. Девятая золотая медаль Елены Вяльбе на чемпионатах мира. Елена Вяльбе, Мануэла Деченто и Антонина Ордена. Да, она повторила рекорд Галины Кулаковой, которая была девятикратной чемпионкой мира. Но у нее есть еще в запасе несколько лет, Виктор Александрович. Абсолютно. Он что делает. Он молодец. Я говорю, что касается сегодняшнего дня. Вот он, красивый букет из свежих цветов. Улыбается Мануэла Деченто. Она всегда улыбается после финиша, улыбается на старте. Она такая очень улыбчивая девушка. И в то же время, конечно, смотрит на Вяльбе и немножко ей завидует. Чуть-чуть не хватило ей до вот этого заветного местечка. Вот там, чуть-чуть повыше. Серьезно. Антонина Ордена. Бронзовая награда в личной гонке. Да еще в гонке на 30 километров. Это, конечно, без сомнения, большущий успех лыжницы, вятской лыжницы, выступающей теперь под флагом Швеции. Ну, а наши поздравления и все наши, конечно, симпатии, все наши переживания были на стороне Елены Вяльбе. Ну, что ж, дорогие любители лыжного спорта, на этом мы заканчиваем наш очередной репортаж из канадского местечка Тандербэй, где завершается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Передача организована в студии спортивных программ Останкино, а вели репортаж Виктор Александрович Иванов, главный тренер нашей сборной, российской сборной лыжников, и Георгий Сурков. Продолжение следует...